Джордан Питерсон Сегодня я хотела бы рассказать про книгу «Антистресс» и книгу «Антидепрессант». И это совсем не раскраска с котятами в моих руках, совсем другая книжка, она называется «12 правил жизни. Противоядие от хаоса». Ее автор Джордан Питерсон в своей книге рассказывает нам, как отделить хаос, который опасен и может разрушать нас, от порядка, и как можно этот порядок немножко в своей жизни навести, или хотя бы в какую сторону можно двигаться, или хотя бы мыслить. Одно из моих любимых правил — это первое. Встаньте прямо, расправив плечи. Я в восторге от того, как автор объясняет, почему нам следует так делать. Он говорит про иерархию доминирования, которая существует в природном мире, на примере таких милых созданий, как лобстеры. Обычно мы о них не задумываемся, пока не встретим их в своей тарелке с энтузиазмом, но их жизнь очень интересна. Они живут на дне моря и делят территорию, где есть норки и есть мусор, которым можно питаться. Есть лобстеры более уверенные в себе, те, у кого больше дофамина, те, кто чувствует себя увереннее, и у них отличная осанка. Они более крупные, носят свои клешни уверенно, размахивают усами, иногда вытаскивают своих менее доминантных соседей ночью из норки, просто чтобы показать им, кто здесь главный. А лобстеры, которые находятся внизу своего подводного общества, они более, как сказать, скукоженные, сгорбленные. Они ходят не с такой высоко гордо поднятой головой, и в случае битвы они склонны чаще убегать. И автор подсказывает нам, что если всего лишь перенять позу более высокопоставленного лобстера, выпрямить спину и расправить плечи, это может классно играть нам на руку. Ну, во-первых, в метафизическом смысле так нам легче принять ответственность за свою жизнь и судьбу на себя. Ну и это классно. И в своем втором правиле «Относитесь к себе как к кому-то, кому нужна помощь». Он очень наглядно показывает, что если врач выписывает больным лекарства, то треть из них даже не купит эти таблетки. Еще какое-то количество людей будут принимать их неправильно, и только небольшой процент людей будут принимать их согласно назначению врача, и остальные будут винить в этом кого угодно – врача, свое к нему недоверие. Есть уж совсем сложные случаи, когда люди с пересаженными органами должны регулярно принимать препараты, и они просто не пьют таблетки. И орган с таким трудом достигнутый, пересаженный, с такой большой работой просто отторгается, и ничего не работает. Но если этому же самому человеку ветеринар велит давать своей любимой кошке лекарства три раза в день, он будет приезжать с работы и давать кошке лекарства. Вопрос. Почему мы так хорошо относимся к своим рыбкам и черепахам и настолько не готовы заботиться о себе? Автор предлагает заглянуть еще глубже и встать прямо и расправить плечи. И, наконец, начать заботиться о себе, как о ком-то, и подумать о себе, как о ком-то никто должен, а кому, кто нуждается в помощи. Однажды, поняв, что такое ад, скажем так, исследовав его, особенно свой собственный индивидуальный ад, вы могли бы решить не ходить туда и не создавать его. Вы могли бы устремиться в другом направлении. По сути, вы могли бы посвятить этому жизнь, и это дало бы ей смысл с большой буквы. Вы могли бы начать с того, чтобы обращаться с собой, как с тем, кому должны помогать. Джордан Питерсон. 12 правил жизни. Рекомендую. Субтитры создавал DimaTorzok